Елена Бугренкова, следователь следственного отдела МВД России по городу Артему, майор юстиции. Начинала трудовую деятельность на посту миграционного контроля аэропорта Владивосток. Елена хорошо владеет двумя иностранными языками – английским и китайским. В декабре 2016 года перешла на службу в следственное подразделение отдела полиции Артема. Новая работа диктовала свои правила, поэтому параллельно она окончила институт по специальности юриспруденция. Кто-то скажет, что не женское это дело, а работа следователя. Очные ставки, допросы, следственные эксперименты. Работа следователя требует такой скрупулезности и настойчивости, что не всякому мужчине под силу. Проследование преступлений занимает немало времени, а каждое уголовное дело требует своего подхода. Профессия наделила меня таким жизненным качеством, как умение разбираться в людях. Например, смотришь на человека и уже по его виду, по его поведению понимаешь, что он из себя представляет, честен ли он перед законом или нет. Майор юстиции Бугренкова расследует уголовные дела разной категории – кражи, грабежи, мошенничества. И через каждое проходит не одна человеческая судьба. Человеческие чувства на работу влиять не должны. Недавно мною было окончено уголовное дело по статье мошенничества в сфере кредитования. 60-летний фигурант уголовного дела по поддельным документам взял потребительский кредит в банке на сумму 250 тысяч рублей. Хотя изначально возвращать денежные средства он не намеревался. В какой-то момент он даже вызвал сочувствие к себе. Но, считает майор Бугренкова, каждый должен отвечать за свои поступки. Фигурант уголовного дела осужден и понес заслуженное наказание. Диву даешься, как у следователя Бугренковой все получается вовремя и в срок. Ведь расследование уголовных дел – это строго ограниченные сроки. И волоки-то здесь неприемлемо. А как же семья? Елена Бугренкова – многодетная мама трех сыновей. Семья – мой надежный тыл. Муж и дети уважают мой выбор и с пониманием относятся к моей профессии. Пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником, пожелать им счастья, успехов, здоровья и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok